Господи, Сил, с нами будем, и договор разве Тебе, помощником скорбых невином, и Господи, Сил, помилуй нас. Здравствуйте, дорогие мои друзья! Пусть мир и благословение Божие пребывают со всеми нами. Радости, праведности и мира, Духе Святом, доброго вседня и хорошего настроения. Сегодня память священномученика Сергия Увидского, одного из удивительных святых, которые совершали свое служение в Успенском приходе города Екатеринбурга, что на визе. Не так давно у нас случилась встреча с новыми прихожанами. Есть такая приходская традиция, когда человек начинает приходить в храм и понимает, что храм ему близок, интересен, община как-то по душе. То в церковной лавочке есть возможность заполнить анкетку с тем, чтобы, когда новых прихожан станет порядка 10-20 человек, с ними можно будет встретиться. Встретиться для знакомства. Мы собираемся после воскресной службы в трапезной, приглашаю своих основных помощников и новых прихожан. Знакомимся, я рассказываю о жизни прихода, о традициях, о приходской деятельности. И потом с каждым по очереди знакомимся. На этой встрече одна из женщин говорит, расскажите историю прихода. Поскольку мы в этих датах находимся, 17 марта 1838 года архиепископом Аркадием был освящен Успенский собор. То есть очередная годовщина приближается, и собор был очень крепкой общиной. Было несколько соборных помещений. Сейчас они церкви уже не принадлежат, но они существуют. Хорошая крепкая школа. И в результате вот этой приходской жизни собор воспитал или привлёк нескольких подвижников, которые впоследствии были прославлены в леки святых. Преподобномочник Арделеон, который порядка 10 лет был настоятелем собора, его друг и самолитвенник Сергий Увицкий, которые были настолько близки, что их дети, между собой поженившись, породнили эти две семьи, Пономарёва и Увицкий. Преподобный исповедник Ян Кевролетин также служил в приходе. И отец священномученика Константина Богоявленского, диакон Стефан, тоже был в клире нашего прихода. И, конечно, маленький Константин молился и алтарничал, помогал до того момента, пока он не уехал в Пермскую духовную семинарию. И вот четыре святых, и один из которых, Сергий Увицкий, память мы сегодня совершаем. Одной из первых икон новописанных в нашем соборе была как раз икона священномученика Сергия Увицкого. Я верю, что молитва и представительство этих святых поддерживает и ныне жизнь прихода, жизнь собора. Я искренне хочу, чтобы прихожане знали наших сумолитвенников. Поэтому мы написали иконы каждого из святых. Ежедневно, многократно мы обращаемся к ним с молитвами. Ну и их участие, оно, конечно, заметно, потому что приход милостью Божией собирается, храм потихонечку строится благодаря и вашей поддержке, дорогие наши телезрители, и молитвенной, и физической, материальной. Ну и, конечно, очень хочется, чтобы каждый приход рождал из себя людей, христиан, которые готовы быть верными Богу до конца, чтобы Церковь рождала святых. Это всегда признак жизни. Пока в Царство Небесное приходят святые от земной Церкви, есть смысл в существовании этого мира. Как только этот ручеёк прекратится, когда люди перестанут искать Царствие Божие, Правда и Его, а их интересы будут исключительно в мирском царстве, то смысл существования этого мира, он исчезнет. Потому что человек — это не существо земное, человек — это существо небесное. И вот такие подвижники, история жизни которых всегда вдохновляет и поддерживает, они дают нам надежду, то, что Церковь, она живёт и будет жить, и сохранять этот мир от распада и тления. Помогай нам всем, Господь, за молитву освящена мучника Сергия Увицкого. Господи, сил, помилуй нас!